Друзья, привет! Это гостиная у Саватеева, и наш следующий гость Лёва! Здорово, Лёва! А знаете, кто такой Лёва? Лёва я знаю с трёх лет, я не шучу, всё серьёзно. Мы ходили в один детсад. Я был первый хулиган, а Лёва второй. Но Лёва, наверное, не согласится. Или наоборот. Да, Лёва скажет, что он был первый хулиган, а я второй. В школу ходили. Потом, да, потом мы перешли в одну школу. И в один университет. Ну да, в университете, правда, мы были на разных факультетах. Но вот по поводу детсада... Поздравляли нас вместе, когда красные дипломы выручали. Да, да, я вперёсся. Пришёл Черномырдин и читал по бумажке складных, к сожалению, ни одного первого своего не выдал, к сожалению. А, слушай, я помню, как... А ты пришёл в жёлтой футболке в такой... И в петерастических шорках. И говорю, а что это у тебя тут заблевосина такая цветная? А это, говорит, я ставил химические опыты. Вот что за опыты ты ставил? Ты мне скажи, что вот такое всё у тебя там оказалось вот... Слушай, эта футболка просто ещё была времён школы. То есть, шестилетней дальности... А, ты опыты ставил за шесть лет до того, и всё, весь университет в ней проходил. Ну да. Понятно. А ты помнишь, как я ставил опыт этот на балконе? Ты помнишь, что я... Мы вместе ставили. Помнишь, у меня был химический чемодан под кровать? Да, да, да. Да, да, да. Какие-то реактивы там начинают переворачивать... Юный химик! Ну, начинал... Юный химик, да. А потом магний с марганцовкой, бомбочки... Бабки там... Бабы известия, базы известия. Да, да, да. Воровали магний там. Да, 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 да. Слитки магния лежали, которые можно было легко своровать. Вот советские... Да, 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 да. Кстати, я про это много рассказываю. И напилить магния, да. Может, народ не очень верит, что-то подтверждает, что на базе известия лежали эти слитки. Слитки магния, да, и можно было... Каждый пацан в этом вверхе должен был иметь слиток магния под этим самым. Иначе он не пацан. В подвале, да, или под кроватью. Ну, мы под кроватью. У Митя был свой, у меня свой. А, да, у нас было два, да. Слитки были вот такие, вам бы хватило одного, да... У меня, кстати, воспоминания еще такие, но это я просто маленький был. Не-не-не, они были где-то вот такие. Они были вот такие, да. А в принципе, магний с марганцовкой, ну, это примерно как алюминий с аммиачной селитрой, то есть, аммонол. То есть, только более реактивный... Это бомба, по сути, да? Просто бомба. Слабее гораздо просто такой лайтовый вариант, как сейчас говорят. Да, ну, это мы, да, это у нас любимое дело было. Мы заворачивали их во всякую изоленту. Митя придумал даже Бигфорду в шнур. То есть, он поджигал издалека и отходил. Он говорил, опасно поджигать. А, может, Митя был разумный. Митя был разумный, да. Остается, надеюсь, да. Он бахнул однажды песочную гору в этом, на нашей даче. Помнишь, там песочная гора? Он в нее отсунул довольно глубоко эту бомбу, сделал этот провод. От удара разлетелась эта песочная гора на несколько метров. Это он граммов сто, наверное, туда зафигачил. Ну, хорошо очень. По два-три грамма и там только шум был. Что случилось? Что? Что происходит? А, это так, мы химические опыты ставим. Да, это было. А я ставил же еще и обычные опыты. Я обожал химию в школе. Не все мои слушатели, особенно ново подписавшиеся, не знают, что на самом деле я был фанат химии в школе. Я, я тоже. Да, мы оба были фанатами. И, значит, мы давали списывать, ну, как бы и химию, и математику, и разные предметы давали списывать всему классу. И я, значит, передавая списывать работу, я просил наливать серную кислоту. Ее в этих, вот, столики были, да? Да, да, и у каждого было по чуть-чуть. Ты собирал, да, чтобы ребенок не унес. А нужно было, да, 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 да. Ну, мы концентрировали, да. Да, 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 да. И у нас сил огромный, нормальный, так, ну, 100 грамм. Да, 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 да. Концентрированная, она была 20-процентная, она была много, ее было, но это, нормальный опыт нужен 60-процентный, да. Как, ну, помнишь, фантики тоже так же со всего класса высосали, пирамиды построили, помнишь, нет? А, вот это, да, было? Да, вот это. Там самые, там были базуки, они их за пять ставили, там, и какие-то гальдорады, какая-то, вот там, сточет ставили. Да, слушай, базука, я помню. Да, 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 да. А у нас этих иностранных мало было. Да, 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 там было кучку наложить. Кто больше перевернет первым, начало на Чинчилер. А советские, по-моему, шли один к пяти. А это как единичка, как единичка, один к пяти к самому плохому несоветскому. Но мы организовали массовый сбор советских, советские их не все пренебрегали, некоторые говорили, вообще я не играю на советские, там, или, там, играю, там, даже еще один к десяти, а мы, значит, прочесывали, помнишь, территорию, там, я, Щербаков, и ты. Ой, да, слушай, был-то. Ходили и собирали большие количества несоветских фантик. Я уже не помню, конечно. Мы их собирали на порядок больше, и мы вот этим количеством взяли, мы потихоньку стали за них, так сказать, один к десяти, там, стояли к пятнадцатому, вытягивали иностранные, иностранные, и выстрелили потихоньку у всего класса. И у нас вот такая пачка. Это у Наташи Фирсовой осталось, да, потому что она вообще не сказала, я не буду играть, у меня хороши фантики, и у нее пришлось украсть. И потом разоблачили, и на этом все кончилось. Слушай, да, моя память, она стерилизует прошлое во многом, она, все эти вещи. Но интеллект – это забывание, не только запоминание, но и забывание. Я помню детсад, я помню игру «Кто со мной пойдет?», вот это я хорошо помню. Значит, когда воспитательница, ну это надо рассказать, вот это, мне кажется, стоит того, чтобы рассказать. Когда воспитательница детсада уходила поболтать со своими коллегами, во время, конечно, тихо отчасти. Вроде как все дети заснули или изобразили, что спят. Но я не спал никогда, я как бы не спал, ну просто с трех лет я никогда не спал днем вообще. И поэтому это было какое-то одно мучение. Я спал редко. Ну как бы, что-то лежишь, лежишь эти полтора часа. Поэтому придумали игру «Кто со мной пойдет?» Вставал я или Лева, мы были за водилами, значит, и громко восклицали «Кто со мной пойдет?». И те, кто не спят, сползали с кровати и говорили «Я! Я! Я!». И мы шли, значит, вот гордо возглавляющий шел вперед в двери, и за ним такой гуськом шли школьники робкие. И мы смотрели в глазок, не идет ли воспитательница. Когда она поднималась там по лестнице, мы, шухер, с огромной скоростью возвращались к кроватям, все ложились и делали видишь, что спят. Я помню, кстати, когда... Однажды она, да, когда мы подошли к глазку, и в этот раз ты был первый, и она тут же открыла дверь, и я запоминаю, как я бегу к кровати, оглядываюсь, бежит Лева изо всех сил, и за ним бежит воспитательница, и на каждом шагу его чем-то бьет. Да, тогда, наверное, неполиткорректный в детском садах. Это было супер. А потом... Я помню, как мы с тобой познакомились в детском садах. Первый день мы, значит, вся группа. А где Саматиев? Он в туалете. Значит, и вдруг из туалета доносятся проклятия какие-то. А-а-а, черт побери, а-а-а, что-то такое. Я не помню. А там кончилась туалетная бумага, а ее запасы хранились, значит, в группе, где кроватки стояли, где-то там в каком-то ящике. Выбегает, значит, мальчик без штанов, и начинает рыться там, где эта проклятая туалетная бумага, там все вылетает, такой, выставив свою попу, значит, обкаканнуюсь. Вот, и после этого мы с Лешей очень подружились. Слушай, вот, ты знаешь, это точно, по твоей части, это вот биология, и что-то связано с ней. Ну, конечно, биология-то связана с жопой и говном. Понятно, с чем она еще может быть связана? С тех пор, всю жизнь, для меня самый страшный, вот, самая фобия ужасная, это если кончилась туалетная бумага. Да ты чего? Всю жизнь, у меня дома запасы, гигантские залежи лежат. 46 лет сегодня, это всегда, вот, жена знает, если кончилась туалетная бумага, у меня начинается дикий мандраж, я вот такой весь, Марина, срочно надо идти, срочно, последний. Кушетку психоаналитика уже, вот, под камерой, а не столик уже. Там два рулона сейчас. Ну, маленьких, ну, два, просто один маленький стал совсем, один раз может не хватить, поэтому я на всякий случай взял второй. С собой. То есть на всю жизнь. В принципе, я тоже тошу и так на с собой, но кусочками, это, видимо, воспитание тоже. Я даже эту историю забыл, это она на всю жизнь. Да, 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 в подкорке, да. Ну ладно, девушки, простите, остальные истории будут приличными. Например, когда... Я думаю, они уже все отключились. Например, не-не-не, у нас публика веселая, только включились. Да, понятно. Да, понятно. Нормально. Вот, и один, вот я помню одну такую историю, совсем приличную, но такую, но страшную. Я в детском саду сжег сток сена. Это было, когда мне было 6 лет, последняя группа, там какие-то наши одногруппники, а там был ужасно жаркий май. И в этом жарком мае снесли, значит, траву, скосили уже, уже подросла довольно серьезная трава в мае, и к концу скосили траву и положили горкой. И она высохла напрочь там за несколько дней. А что такое получается? Да, мне, как всегда, помнится, что этот сток был выше меня, но на самом деле, я думаю, что речь идет о такой горке, небольшой, скорее всего. Но она была такая. И два пацана, где-то нашедшие спички и бумагу, пытались ее разжечь из наших одногруппников. Я уже их не помню, но я помню, что они делали. Они брали кусок бумаги, вот так сверху клали и втыкали горящую спичку еще раз сверху на эту... Ну, естественно, ничего не загадывало. Я сказал, вы что, не ходите в походы? У вас мама в походы, что ли, не воет? Меня папа, понятно, научил разжигать костер года в четыре. Значит, я взял эту бумажку, все сложил по науке, все, значит, чинно, аккуратно. Сделал норку такую большую, в стоге сена, вложил туда бумагу, снизу, да, все, все. Снизу поджег, мгновенно все забылало, вылетели воспитатели, вызвали маму, и было решено, что на следующий год я не остаюсь независимым от того, берут ли меня в школу в шесть лет. Так я попал в твой класс, потому что я ж на год плача. А, да, да. То есть предполагалось, что я еще один год, возможно, буду в детском саду лишний. Еще и точно ты поджег, да. Да, да. И сказали, что из детского сада меня выгоняют категорически. Ну, я помню, как ты накакал там за верандой. А, Иванов-голуб кидается, помнишь эту историю? Карао-о-о! Ой, мы опять на эту тему. Идет воспитательская такая, на высадной руке лопатка, на лопатке детской несет, значит, идет, а за ней дети все в полном восторге идут. С ладони будем на эту тему. Все, стоп, да. Закрылись все, стоп. Стоп, эта тема больше не будет, обещаем. Все, школа, да? Ну, в школе все было как обычной дворовой школе. Я помню про тебя отличную историю. Давай, может, не будем. Нет, нет, она совершенно, совершенно приличная. Значит, был стенд ближайшей задачи пионерской комсомольской организации школы номер 835. Ну, а так и она есть. Так как был полный развал этого всего совка, гниющего, да, то там уже никаких задач не было написано, была полная пустота. Да, это был где-то год 84-85, там чего-то еще не было. Ну, уже было так, знаешь, уже было ясно, что... Это в подростковом поколении уже было такое вольнодумство. Ну, в общем, ты взял мел и написал «Эх, лапти-будапти-будапти-мои» и восклицательный знак, да. И это висело полтора месяца, потому что никто просто к ним не приходил. Потом кто-то подошел, да, и кто-то стал «Кто это сделал?» Ну, ладно, пионерская организация и комсомольская организация. Да, в комсомоле меня так и не взяли. Ну, точнее, я особо и не стремился. Меня приняли в пятую очередь. Нет, в «Пионеры» в последнюю. Пионеры меня в пятую. Я не про комсомольство тоже не был, да. Там первым сначала «Девочек отличен» где-то там у «Глубовзолея» на Красной площади. Потом еще где-то, еще, потом уже таких «Середний чехол». Потом все, прям... Пятая была «Меня с Евдокимов». Вот его я помню. Евдокимов? Остался в конце только я, но у меня был личный конфликт с Антониной, с нашим классом. Я это всем давал списать и потом, значит, не успел сам записать. Я лихорадочный записывал, она уже собирает. Она говорит, так, давай, да, я же сам. Мне обидно, я же всем вам это подсказал. Я, значит, эту тетрадку, короче, забил, швырнул вот так ей в лицо. Ну, нельзя, конечно, учить не старо делать. Ну, в общем, она на это обиделась совершенно постоянным. То, что я всем математику, четыре варианта математики давал всем списывать, она не очень обижалась. Но она, она не видела. Она не видела, наверное. Да, а это да. Но меня тоже, меня в пятую очередь применит. И она вот этим Илюхином, а Илюхин такой был тепловатый, у меня все сопляка из носа висела, он совсем в оригинал. И она такая, вот у нас осталось два, Пороховник и Илюхин, не пионеры. Вот кого мы примем? Вот такая же манипуляция, да, сообщество? Просим прощения, у Илюхина, наверное, он сейчас нормальный, обычный мужик, да? Ладно, если ты наш смотришь, ты прости. Привет! На самом деле, фамилия, это не редкая, так что можно сделать вещи, что-то другое. Да, 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 наверное, да. Надо было изменить фамилию, а то под закон персональный. Под закон, да, ну ладно, ну, считай, что это условность, да. Да, но на самом деле он был другой. Мы его знали под кодом Илюхина. Да, слушай, я это помню, да, я помню. Ну, конечно, хреново, все дети за Илюхина. Кто за Пороховника? Одна рука поднялась. Да, 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 самоделись. Я всегда был вольнодумцем, я должен сказать. Я никогда не уважал систему, что нужно голосовать как все. Я никогда так не делал. То есть, если вдруг оказывалось, что я за Путина голосовал, потому что я это делал по своей воле, а не потому что. А если против Путина, тоже по своей воле. То есть, я никогда не еду, я не люблю это. Собственной головой надо думать всегда. Конечно, ну, тогда время-то другое. Да, пионеры, а в Комсомольске я тоже не был. Отец мне сказал тогда, Шейн вышел и говорит, ну, говорит, кто хочет с детства лизать задницу коммунистической партии, те вступают в комсомол. Это все в своей школе уже. А кто хочет начать жизнь с трудного поступка, который ему испортит всю жизнь, тот не вступает, сказал Шейн. Я пришел к папе и говорю, пап, что лучше делать, лизать задницу или начинать жизнь с трудного поступка? Папа сказал, ты о комсомоле. Я говорю, да, я о комсомоле. Он говорит, не вступай. Это будет неактуально через год. К счастью, мы избавлены от этого. Да, он говорит, не надо это делать. Ничего не надо, потом будут на тебя показывать, что ты вступил в комсомол исключительно ради карьерных соображений. Зачем тебе это нужно? В общем, я тоже не был комсомольцем. Ну и да, и как-то да, я не знаю, в общем, я думаю, что у тебя примерно такое же отношение. Ну, у верующих людей отношение к СССР, в общем, несмотря на уважение достижений отдельных людей, ну, как к идеологической системе, ну, трудно ее как-то положительно оценивать. Это было Египет, Хараонов Египет такой. Да, ну вот времена сменились. Я пошел в математику, а Лева пошел. Я все время путаю. Я постоянно называю молекулярную биологию, но я теперь уже понял. Генетику. Совершенно разная биология. И это вот на самом деле я хочу, эти детские воспоминания, это весело, но вот, мне кажется, главный интерес для тех, кто нас не знает, это молекулярная генетика, да? Или просто генетика называется? Генетика человека. Генетика человека. Слушайте. Без медицинской генетики, но без клинического, так сказать. Давай громче, громче, потому что у меня голос громкий. Сейчас будет очень важно, поэтому постарайся быть громким. Давай я сейчас буду молчать некоторое время. Попробуй рассказать прямо вот на пальцах вот человеку, который не сведущ вообще, типа я. Вот я действительно ничего не понимаю в генетике. Ну, что такое генетика? Да, это наука о том, как передаются наследственные признаки, скажем так. То есть, если биологи на разных уровнях, на анатомическом, на молекулярном, то уже просто разбирают некую машину уже существующую, как вот она работает, да, то генетики ее разбирают процесс, как она воспроизводит сама себя, как вот это вот работающее устройство еще и копируется, да, как вот этот чертеж, так сказать, да, по которому построен, он передается в череде поколений. То есть, как реализуется бесконечное повторение, да? Вот бесконечное. Не ограниченное, скажем так. Так. Так, то есть, давай, давай, я слушаю дальше, я пока. Ну, а, соответственно, по объектам генетика делится, генетика микроорганизмов, я не знаю, растений, животных, но генетика человека – это совершенно отдельная область. Она близка к медицинской генетике, но медицинской генетикой занимаются врачи, и это в основном пора все-таки медицина, это отрасль медицины, это как лечить, как вести больного, да, вот этого с наследственным заболеванием, да, ну, или как выявить, там, на ранней стадии, да. А наследственное заболевание, значит, что… А генетика человека – это просто, как, скорее, даже в норме, ну, и в патологии тоже, и в норме, и в патологии просто, вот… Просто человек, как биологический объект выступает, да, кто-то на дрозофиле, кто-то на человеке… Она, конечно, неудобна, потому что нельзя поставить эксперимент, а если бы можно было поставить, то его результатов пришлось бы ждать всю жизнь, вот, нельзя только количество повторений. Ну, к счастью, у нас с дрозофилой, в общем-то, 60-70% генов общих, так что… Ну, не только с дрозофилой, не только… А что это такое, вот генов, ой, с полной секундой? Что вообще такое ген? Сколько их в человеке, там, сколько… Что это за конструкция? Это за сдача информации, которая, в общем-то, достаточно виртуальна, потому что… Это меньше молекулы, или больше? Это меньше, да, молекулы? Ну, если вот всю цепочку ДНК, которая в хромосоме, да, считает молекул… Сейчас, стой, стой… …то, конечно, меньше. Еще два слова они на том, как ДНК и хромосома. Ну, Алексей, ну, что, в биологии, что, в школе-то не проходило? Ну… Ну, я, например, знаю теоремы и аксиомы, да, и синус косинусом я даже знаю. Я должен признаться, что… Я должен знать, что синус альфа умножить на плюс-минус синус бета – это синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета. Это я только что вот там прочитал. Споляк. Плюс-минус бета пополам, там надо… Ну, там вот в правом верхнем… Ну, ладно. Слушай, ну, подожди. Нет, ну, все-таки… Да, ты знаешь, я вот… Гены – это… И ты тебе папа рассказал, и ты мне еще рассказал, что такое гены. Да, я думал, какой-то дядя Гена. Я думал, дядя Гена. Я не понял. Да, я забыл уже это. Ну, что… Это как тот анекдот. Да, мутацию мыть надо, да? У тебя негритёнок родился… Сейчас, но ДНК – это что-то очень длинное, да? Это дезоксиорионуклеиновая кислота. Да, я понял, что это что-то длинное. Это молекула, да, потому что она состоит из этих оснований нуклеотидов, в которых четыре вида, и вот это АТГЦ, да… А, это вот… Вот когда где-то написано АТГЦ в разной последовательности, это и есть ген. Нет, не ген, это… Это ДНК. Ну… А ген что такое? Это какие-то отрезки в последовательности. Давай так уж, если… А-а-а! Вот так, да. Давай как математику. С которых считывается белок или РНК. А… Мессенджер РНК, с которой потом считывается белок, я уже не буду совсем уже прощать, да? Или другая РНК функциональная, например, рибосомальная РНК. Рибосомная. Это… Ну, это много… Я честно говоря… Честно говоря, обоюсь, что… Научного интереса. Наши слушатели не знают даже, как и я. Ну, так, я подозреваю, что многие… Мы вас математика сам слышали, да? Ну, да, да. То есть, Рибосома ж такое не знают, да? Я вот не знаю вообще. Ну, это… Ну, смотри, ты можешь… Как бы, ты можешь рассказать… Ну, не обязательно. На любой степени… То есть, что-то ты можешь упрятать под пример пока, да? Слушай, ну, я… Популяризовать науку и просто рассказывать, но… Ну, а что… Диен, что скодирует, да? То есть, он такой… Да, да. Он кодирует какую-то информацию, что… Вся информация, так сказать, о нас, о будущем, о строении, так сказать, будущего, там, человека или мухи и так далее, да? Она закодирована вот в этих цепочках ДНК, которые содержат не так уж и много, там, мегабайт информации. Это структуры всех белков. Дело в том, что клетка, она… То есть, динамичная структура, которая… В которой протекают миллионы химических реакций. У каждой своей… Клетка гораздо больше, чем Ген, да? Клетка – это клетка. Ну, я просто не знаю, какого размера она. Больше или меньше она, чем… Ну, если… Хромосома вне ядро, в ведре хромосомы… Хромосомы… А, она гораздо больше, да? То есть… Понял, понял. …спирализуется в определенном состоянии, да. И, значит, хромосомы делятся на эти… Ну, функционально делятся на эти гены. Причем у них границы… Говорим, что громче. Громче. …не строго определены, они там перекрываться могут и так далее. Тут там вырезаются куски. Там есть интровные зоны, кодируешь, не кодируешь куски. Это неважно. Ну, да. Это какие-то отрезки ДНК. То есть, какой-то порции информации, да? Какая-то порция генетического кода, скажем так. Генетика – это самая формализованная, самая, скажем так, математизированная отрасль вообще… Ну, биологии, естественно. Сознания с физикой они сравнивают с биологией. Биологией и медицины. Особенно популяционная генетика. То есть, которая изучает, как признаки накапливаются в разных популяциях, да. То есть, виды, как виды образования происходят. Вот там вообще чисто модели. Вот там вот тут чисто модели. Один вариант гена вытесняет другой и так далее. Они же все в разных вариантах. То есть, у нас с фармосомином в такой-то позиции должен находиться такой-то ген, который кодирует такой-то фермент. Но есть разные варианты. Не говоря уж про спонтанные мутации, есть еще и закрепившиеся варианты. Олельные называются. А вот цвет глаз имеет к этому отношение или нет? Любой признак имеет. Признак, да? То есть, как цвет глаз... Наследственный признак есть, особенно приобретенный. Цвет глаз. Я знаю, что цвет глаз детей как-то зависит от цвета глаза родителей, но не напрямую. То есть, все мои дети голубоглазые. Ну, это полигенные наследственные. Ну, во-первых, он еще меняется в течение жизни. А, цвет глаз может поменяться, да? У меня отец до четырех лет тоже был голубоглазым, а сейчас видишь... То есть, он еще с возрастом меняется. У стариков, наоборот, светлеют. Но это, как бы, это уже возрастные изменения. Ну, там, да, там... Я не знаю, честно говоря, как наследуется цвет глаз конкретно. Там два, три или четыре гена. То есть, их не очень много. И они как-то там взаимодействуют. То есть, они кодируют этот пигмент какой-то там и так далее. Есть белки структурные. То есть, гены кодируют структуру белков. Белки структурные, из которых состоит наш организм, и есть ферменты, которые направляют реакции. То есть, процессы перестройки этих белков. Вот. Очень интересно, да, вот как математики бывают над такими ограниченными, да? Нет, я вообще не знаю. Слушай, я даже, как бы... Для меня есть набор вот каких-то очень большого количества терминов. Я даже интеграл, помню, там, бесконечно. Понятная вещь, что последовательность... Что идет последовательность букв, это я вот... Ну, да, это я где-то слышал. Но это единственное, что я... Это легко запомнить. Три буквы кодируют один нуклеотип. А нукло... То есть, по... А три нуклеотида кодируют один аминокислотный остаток. Что-то не проснулся еще. Три нуклеотида, это слово незнакомое, кодируют один... Ну, три буквы, короче. А буквы... Они триплетами считываются, по три буквы. Ну, смотри. Белки состоят примерно из двадцати аминокислотных остатков. Все белки. Знаешь, да? Я не знаю ничего. Я, если честно, белок от фермента я даже не знаю. Не знаю же высшую мудрость. Давай. Белок. Вот белок и фермент, это разные, да, вещи? Белок более общее понятие. А, фермент это одно, что белок. Да. Так. Вот на таком языке я понимаю. Они все построены из аминокислот. Ты даже слышал в школе. Слышал слово аминокислоты? Я тебе объясню сейчас дело. Проблема в том, что я в новой школе, 57-й, я прогулял все уроки биологии на футбольном поле, как и уроки истории. В этом есть проблема, но в случае с историей эта проблема отдельно решалась. Отдельно довольно сложно решалась. А в случае с биологией она решалась очень просто. Потому что по химии я был круче всех, поэтому мне поставили по биологии просто так четверку за то, что я был круче всех по химии. И как бы вел-то один и тот же, по химии и биологии обычно ведет один человек. Ну, по крайней мере, у нас это вел директор, Сергей Львович Менделевич, и он как бы простил меня полное не знание. Он же перестал быть директором, да, после скандалов. После этого всего, да. Это же, видно, надо было в кластер загнать эту школу, да. Ну, там все сложнее. Значит, в 2005 году скандал готов был вспыхнуть. Если уж вырошить это грязное белье, да, то в 2005 году скандал готов был вспыхнуть. Ровно так, как он вспыхнул два года назад. Но все замери под ковер. Ну, то есть, безусловно, случаев этих было много. Это была практика. Это была практика, там в интернете очень много про это написано. Вот. Но просто дело в том, что, ну, как бы практика, ну, мало ли там, во всех нормальных таких, как бы, школах, где есть молодые преподаватели и маленькие девочки, всегда, естественно, это происходит. Влюбленности, да. Влюбленности, да. То есть, это как бы ясно, что это человеческое, да. Ну, действительно, вопрос, почему… Влюбленности, извиняюсь, это одно. Ну, ладно, не будем сейчас копать это. Нет, я к тому, что это было совершенно естественно. Приходили там студентики и вели у мальчиков и у девочек, значит, уроки Матана. Понятно, понятно. Вот. Ну, и понятно, что в этих условиях это возникает, естественно. Гормоны играют, да, понятно. Вот. Ну, да. Я не знаю, насколько вот многие говорят, типа, что ее именно разорили так. Ну, единственным выгодополучателем этой истории стала школа номер 179, которая стала лучше в Москве после этого. Но, очевидно, что никто… Ну, эта комбинация, ну, просто, конечно, сто процентов гарантирует, что ни один из 179 школы не имел никакого отношения к этому средству. Понятно, понятно. Вернемся к белкам. И я поэтому… Это тоже полимерные молекулы, то есть, состоят из блоков. Мы все состоим из кирпичиков довольно похожих, да. Ну, из атомов, да? Нет, атомы – это понятно. Другой уровень. Атомы, да. Ну, и на уровнях более высоких это повторяется. Для понимания. А вот берем атом. Почему? Его размер во сколько раз меньше, чем размер вот этой буковки одной? Атом или Т? Слушай, могу сказать, сколько в нем? Ну, в 100. Ну, да, два порядка, наверное. А, то есть, совсем. Мало. Ну, два порядка. То есть, на самом деле, это… Да. Это очень маленькая. Одна буковка очень маленькая. Очень маленькая. Да, 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 да. Совершенно верно. То есть, там доля ангстремов каких-то там. Понял, понял, понял. Это малюсенькие и их, соответственно, просто, ну, просто до конечья. И они, значит, передаются… Вот четыре буковки комбинации, да, то есть, это… Сколько? Два бита информации, как я понимаю, да. Они передают, значит, последовательные аминокислоты в белках. А каким образом? Если аминокислот 20, да, а этих три, значит, да, то… Понятно. А этих четыре варианта, да, значит, они должны потрище, потому что… Нет, четыре буквы – это шестнадцатый вариант, да? Да, да. Но.... И подожди, нет, еще больше, четыре в четвертой… Одновременно о четыреенные – шестьдесят четыре буквы… …, поэтому… Четыре трех буквенных слова. И, скорее всего, сравнивало, если бы по две буквы было всего бывает… Меньше, чуть-чуть не хватает. А-а-а, стой, так, вот теперь математическая природа объясняется. Ну, это вырожденный код, это называется, да, то есть две буквы, допустим, ну, то есть несколько, один тоже аминокислотный остаток могут кодировать либо один, либо несколько триплетов, вот так вот. А-а-а, так как бывает 20 видов там этих вот аминокислот. Каждая из них поставлена, так сказать, дворцом в соответствии один или несколько из 60 и 64. А-а-а, и это передается по наследству, да, вот какие-то вот эти вот две. Передается, только она тасуется, родительские две, сочетаются. Ага, как интересно. Слушай, а вот, ну ты, ты специалист по генетике человека, да, но ты, наверное, знаешь, что такое гамуро, я думаю, что мои слушатели с удовольствием это узнают из непристрастных, беспристрастных рук, потому что очень много, это же холивар, и одни там, ну, понятно, орут, что не дай бог, караул гамуро, а другие говорят, гамуро это нормальная там практика видоизменения еды или что-то такое. И вот я, так как я не участник холивара, то я с удовольствием выслушаю беспристрастное непредвзятое мнение про это. Ты же, наверное, знаешь, да, что-нибудь про гамуро? Да, и слушательное с удовольствием выслушаю. Гамуро модифицированные организмы, но... То есть, насколько это опасно, не опасно? Почему? Потому что, собственно говоря, все культурные растения и животные, это тоже очень сильно изменённые дикие, да, там, дикое яблочко такое и культурное такое, да? Мичуринское яблочко, да? С которого он упал и умер. Убило Мичурина там или что-то, или он с него упал, может, не знаю, или второй сверху, там, типа того. Вот, и... Так, то есть, то, что делал Мичурин, это уже, да, генная модификация, по сути, или нет? Только другими методами. Селекция медленная, потому что скрещивание, то есть, как бы, методы естественные, ну, то есть, получается, потомство, из него отбираются, там, какие-то, где более приспособленные, скрещут каким-то образом, там, и так далее, по какой-то схеме идёт направленный искусственный отбор на какой-то признак, да? А генетическая инженерия, это что? Это этот признак точно так же, но уже примерно понятно, какой ген. С огромной скоростью, да? Он может, да-да-да, можно подсадить от другого организма этот ген, то есть, как, то, чего в природе не бывает и быть не может, и скрещиванием, ну, вплоть до того, что там помидору добавляют, вот этот известный пример, да, от ген холодовостойчивости, который у глупоеводных рыб, там, найден этот белок, который защищает, антифриз, некий такой, клеточный антифриз, да, антизамерзающая жидкость, да, вот этот белок, он, как бы, меняет точку замерзания и становится, там, помидор более, там, засухоустойчивым. Ну, не помидор, там, больше зерновые, но помидор тоже и так далее. То есть, добавляются некие признаки, да, это, то есть, процесс дает больше возможностей, это, конечно, грубо говоря, в пробирке происходит неприродным путем, но результат какой, все равно получается помидор, так или иначе. И ты ешь, ты же не его гены получаешь, ты, как бы, ешь его белок. Динкаев тоже попадает в тебя, но она же не втравится в твою. Потому что иначе, что ты съел креветку и стал креветкой, что ли, да, такого же нет, правильно. То есть, ты, как бы, все высираешь, что не нужно, да? Мы обещали на эту тему. Перевариваешь. Перевариваешь. И все гены выходят мимо. То есть, гены того, что ты ешь, они не проходят. Ну, конечно, это большая мука, она не распоряется. Это невозможно, да, просто. То есть, ты, как бы, смотри, вот сейчас я хочу зафиксировать одну вещь важную, да? Ты, как и я, ты, как и я, религиозный православный человек. И ты, при этом, совершенно не видишь ничего. Вольнодумно достаточно. Да, но тем не менее. И ты не видишь никакой опасности в вот этих генных экспериментах. Не видишь, и не видишь, как сказать, совершенно не что они не богоугодны. То есть, все как нормальные, человеческие, как бы опыты. Правильно я понимаю? Ну, там, человек может иметь право экспериментировать в нашем мире. Ну, там, человек с обезьяной не скрещивает. Ну, да, я понял, да. То есть, если нет ничего, вот совсем. Ну, скажем так, они не менее богоугодны, чем селекция. Потому что бывало, что клерикалы выступали против селекции. Да. Зачем вот это скрещивает? Портить, так сказать, божий замысел, который отрасл у себя. Ну, тогда можно выступить и против вырезания аппендицита, да? То есть, как бы тут можно дойти, понятно, до чего. Абсолютно, да. Можно отрицать и медицину. Да. Не селекцию. Ну, тогда, извините, вот тогда зачем мы одомашнили собаку? Ей же волк, да. Ну, да, бери волка и живи с ним. Да, я понял. Позиция ясна, и я вполне, как бы, ну, готов с ней солидаризоваться. Ну, то есть, скажем так. Я не имею мнения на этот счет, но я вполне принимаю такое, да. Такое возможно. Хотя, насчет собаки тоже непонятно. Почему? Собаку славит, крахмал, а волк нет. Тем не образом это появилось, да? То есть, ну... Слушай, а на эволюцию у тебя же... Смотри, у нас есть шикарный шанс допросить человека, имеющего отношение к биологии, но при этом православного. Это, на самом деле, Лёва, это, знаешь, большая редкость. Это не обучение. Большая редкость. Нет, это действительно... Народ это, ну, как вот, например, вот, как ты относишься к теории Дарвина, какое у тебя ее мнение? Вот это, я думаю, что слушателям будет очень интересно. Ну, меня что-то как-то не особо верю в макроэволюцию, скажем так. Есть микроэволюция, да, это на уровне, как там, белокрылая форма бабочки вытесняет чернокрыл. Это еще понятно, да? То есть, на локальность, как появляются, там, от присмыкающихся происходит птица, я не знаю, там, за миллионы лет. Это сложно, да, себе представить? Это что-то как-то я... Ну, смотри, мой взгляд абсолютно профанский, состоит в следующем. Но ты меня можешь поправить. Слишком маловероятно. Чем больше... Давай же начнем-то с самозарождения жизни, да, раз уж начнем, так сказать, с начала бабыра. Мои коллеги, которые атеисты, они говорят, ну, что, зародилось, зародилось, ничего не бывает. Вот, 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 это антинаучно. Вот тут как раз, извини, вот тут антинаучное мнение. Это даже противоречит всему на втором начале термодинамики. Ну, как, вот была куча деталей, я сам собрался велосипед, допустим, да, ну, и там трясли долго, ну, ну... Очень маленькая вероятность, да. Ну, потому сколько это нужно времени. Нет, на это просто нет ответа в данный момент даже с точки зрения... А, просто нет, они просто, ну, как бы, они говорят, ну, это обсуждать не будем, она как-то зародилась, а Бога все равно нет. Нас учили еще теория опарина. Тогда еще не было известно, что носителем наследственности, материальным носителем являются нуклеиновые кислоты, сложные длинные молекулы, которые требуют обслуживающего большого белкового аппарата, вот этих ферментов, да, вот. Думали, что белки и белки сами себя воспроизводят. Была такая примитивная, как бы, ну, товарищ наука была не развита. И вот он там, помнишь, если ты помнишь биологию, ты, конечно, не помнишь, что... Нет, это даже фамилия парень не знаю. Пропускал, вот был такой товарищ, да, советский, еще в довоенные, по-моему, годы или послевоенные, вот. И, значит, пропускал какой-то ток, и там самопроизвольно образовывались, самосинтезировались аминокислоты, значит, могли такие молекулы, потом из них самопроизвольно собрались более сложные, хотя я не понимаю, как процесс смогли идти самопроизвольно к усложнению. Вот. Самопроизвольно обычно только распад идет, да. Вот у меня тоже, у меня такое ощущение, что самопроизвольно идет только деградация. Да, ну, допустим, вот белок еще мог бы, так как-то расчеты какие-то провели, что вот там за несколько миллионов лет, миллиардов, извиняюсь, лет, там до 3-5 миллиардов, тоже с этими оценками можно спорить, вот. Но как-то вроде белки еще могли собраться, но когда поняли потом уже, что вот нуклеиновые кислоты должны были собраться, которые там на, ну, на 5-6 порядков, 7, не знаю, боюсь ошибиться сейчас, длиннее, сложнее молекулы и так далее, да. И центральный договор молекулярной биологии о чем гласит, что передача наследственной информации идет только от нуклеиновых кислотных белка, но не наоборот, вот. И тогда как должна бы сначала появиться нуклеиновая кислота, но ее обслуживает белковый аппарат, который тоже должен был сам появиться одновременно с ней, в общем-то совершенно по-моему. Очень, да. Ну, в принципе, РНК тоже имеет ферментативные функции, то есть примитивные клетки РНК, блатоль, который обслуживает сама себя потом, но каким-то образом из нее появился белоксинтезирующий аппарат, ну, как это можно? Само это, это не то, что велосипед сам собрался, это сам собрался... Ну, ракета в космос, да, типа? Да, да, что-то по сложности, какой-то суперкомпьютер, может быть вот что-то такое, по количеству элементов сложности работы, вот, это сопоставимо с каким-то там, не знаю, да, ну, может быть, да, космическая ракета со всеми блоками управления, навигации там и электроникой со всей страны. Да, это похоже на обезьянов, которые напечатают Войной мир. Ну, да, 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 вот тип того. Тип того, да, вероятность? Да, допустим, обезьяна равновероятно все печатает, и где-то в одном из этих вариантов заложена Война и мир. Вот, но тогда можно, допустим, что когда-то, наверное, печатают. Вопрос только, как с этой кучей вариантов не затеряется, они возникают, уже распадаются эти варианты, да? А-а-а, еще вот это, да? Как сохранена и размножится именно Война и мир непонятно, но, допустим, она возникнет. Вот еще вопрос, на печать одного варианта обезьяне нужно, допустим, там одна фемтосекунда, да, допустим, да? У нее отведено, допустим, там час. Ну, я условно говорю, да? Десять сотый, все равно сильно меньше, да. А еще, получается, что там просто на десятки порядков не попадает. То есть, самозарождение, в принципе, не только невозможно, оно не научно, оно не научно, оно противоречит всему, что, так сказать, мы знаем, да? То есть, зарождение жизни просто быть не могло. Именно поэтому Отцены Крик, которые открыли структуру спирали ДНК, да, которые все это прекрасно понимали, они были сторонниками другой теории, которая называется теория панспермии. Ох ты, расскажи я. Это теория того, что жизнь прилетела откуда-то там из глубин Вселенной, значит, и что, то есть, извне, да, что пан – это всеобщее, да, то есть, всеобщее зарождение. Она постоянно перелетает вот так, перелетает, то есть, где-то какие-то спектры каких-то галактик очень похожи на спектр там ДНК или что-то такое, на какие-то, в общем-то там… Ох ты. И наш состав атомарный, кстати, вообще любой живот клетки, живот клетки, да, там преобладают же четыре элемента – углерод, азот, кислород и водород, да? А во Вселенной преобладают совсем другие элементы. В другом там они преобладают водород, гелий и так далее, там другие совсем элементы, да, вот, то есть, но где-то в каких-то туманностях там найдено это тоже, именно вот такое количество соотношений элементов, ну, там еще какие-то косвенные, ну, типа доказательства, не знаю, вот. Сначала мне это казалось идиотским, потому что, ну, и как бы все советское общество тоже отвергало, значит, что… они просто переносят проблему зарождения жизни в другое место. Ну, да, да. Они не переносили. Они считают, что жизнь существует вечно и переносится вечно. С одной стороны, это какая-то, ну, абсурд. С другой стороны, чем это отличается от той же советской… Ну, тогда еще не знаем… …парадигмы, что Вселенная существует вечно, значит, и жизнь там вечно существует. Если вы готовы принять, что мир существует вечно, значит, и вы должны понимать, что и жизнь в тех или иных формах тоже существует вечно. Так. Ну, по идее, это, по крайней мере, одно с другим стыкуется, хотя и то, и другое – полная дикость. А когда потом… …поэтому и так не любили теорию Большого Взрыва. Да, а… Да. В Советском Союзе очень… Большой Взрыв, что это еще… …как… …это, это рецо, это никак… …на какой там шум, да это… …это, это горстка. Правда, были уже не те времена, чтобы гнобить, так же, как гнобили генетиков при Лысенковщине, да, уже были как милитивы, но все равно вот эти вот старые партийные школы, вот это вот, она до последнего отвергала. Я читал старые вот их методички, философские вот эти вот мне попадались какие-то там… То есть, по-моему, от Большого Взрыва похожи? Да, 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 от Большого Взрыва не нравилось. От Большого Взрыва не нравилось. Да, да, да. У Большого Взрыва есть подтверждение там, реликтовое излучение… Ну, да, 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 реликтовое… Ну, с этим ты не поспоришь. Опять вот мы подходим к доказательности в науке, да. Что можешь сказать? Саша, будешь присоединять себя рядом с… Это так, это не закадровый… Это закадровый… На всякий случай мы снова в студии Александра Золотухина. Спасибо ему огромное. Вот Саша с нами и участвует тоже в дискуссии. Очень интересно беседовать. Мне ужасно интересно, потому что я вот, так сказать, я не биолог, и мне биологи вот такие, биологи атеистические, постоянно вешают лапшу на уши, а я снять ее не могу, потому что я же не биолог. Вот. И вот хорошо, что Лева немножко лапши… Не знаю, у меня были большие трения с кафедры эволюции и… Когда я учился… Говорит, а вы знаете? Я говорю, откуда вообще вы беретесь, скопаем остатки окаменевшие, это же вы там домысливаете, это же ненаучно. А вы знаете, что… Неосторожно он сказал, конечно, что в янтаре сохранились те же… Сохранились насекомые, совершенно не тронутые, которые там пролежали там сотни миллионов лет. Сотни миллионов лет? Я говорю, да конечно там не изменившись, такие же, как сейчас лежат. А действительно так. А-а-а! И никакой эволюции! Ну, насекомые… Ну, это не опровержение. Ну, насекомые, действительно, это просто, скажем так, древний таксон считается. Он возник… Он возник… Давно, рано, в древних отложениях он такой же. Нет, ну ты же понимаешь, что эволюция… Она сама не может… Это процесс, который… То есть, творение же нельзя представлять так, что вот такой дед на уроке сидит с бородой… А-а-а! И тут же – оп! Из ничего, возник динозавр там… Ну, конечно, а так просто… Из воздуха вот так… Это сложно. Я думаю, что… Это же и есть процесс вот такой, конечно. То есть, направленная эволюция. То есть, она была просто, ее что-то направляло. И не факт, что это происходило за миллионы, или это могло произойти за один день просто убыстроено. Ты же понимаешь, что в течение времени оно условно, да. То есть, тут нам надо просто признать смелость, взять на себя, что мы научно это понять пока не можем, да. Пока, короче, не можем. Вот. И что вообще нам не стоит в это ссылаться, потому что как бы наука, она смотрит законы нынешнего мира, да. А то, что там было в начале, да. Вот то, что астрофизики там лезут в теории струн. А вот если взять 64 измерения, или сколько там берут, то, в общем-то, так хорошо все получается. 26. Ну, неважно. Да-да-да-да. 64 – это количество вариантов трепет. Ну, неважно. Там 10-мерные модели? Ну, что можно сказать. Я не знаю. Больше ничего не знаю. То есть, конечно, в науке даже воспроизводимость, предсказуемость. А как ты можешь воспроизвести вот эти там измерения, большой взрыв – это невозможно, да. Ну, в точных науках, да. Ты можешь предсказать… Да, вот есть некие последствия, которые ты можешь себя предсказать, потом найти – это да, это сильно, это уже доказательство. То есть, они уже выступают, на самом деле, как представители наук вот тех, где нет воспроизводимости. История, экономика, теология. Ну, в экономике, наверное, есть воспроизводимость. Нет. Ты же можешь построить искусственное, тоже нет, да? Нет. Там всегда меняются условия очень сильно и неконтролируемо. Экономика… Про экономику я умею рассказывать. Там нет… Реально там нет воспроизводимости. То есть, когда я читаю претензии… Конечно, происходит, что там 20 студентов посадили. Сказали, вот у вас 2 доллара, ты можешь один сразу получить, или два – позже. Ну да, проблема в том, что… И что, выберите… Вот это эксперимент, правильно? Это можно провести. Вот экспериментальная экономика воспроизводима. Проблема в том, что никто не верит, что это в жизни реально так они себя ведут, как эксперимент. То есть, они как бы… Я точно думал, что это, знаешь, какой-то… Детский сад, да. О! Слышал за одинаковое слово. И снова вернулись в детский сад. На самом деле, да. Это детский сад, но действительно, правда, что и этот детский сад воспроизводим. То есть, как-то парадоксально выглядит, что в экономике воспроизводимая часть – это та, которая вот в этих экспериментах ставится, но она к жизни некоторое непонятное отношение имеет, неочевидное. То есть, экономика, которая пытается объяснять реальную экономику, она сразу же лишается всех черт науки, как это считает Опер. Сразу. Мгновенно. Ну, и истории, естественно, вообще не имеет их. Никогда не имела. И удивительно, что… Ну, я бы как бы стоял за широкую позицию, что есть науки точные, воспроизводимые по Попперу, а есть науки, в которых накапливается знание по-другому. Я бы вот расширил это. Но уж если ты астрофизик, ты уж изволь пожить по законам этих наук. Я понимаю, что история… Наверное. Мне так кажется. Такой наезд небольшой на астрофизику. Есть такой документ. Есть такой. И вот этот нашли. Он подтверждает тот. И уже как кроссвордники складываются. То есть, это кросс-подтверждение. А значит… В воспроизводимости, да. …был поход туда-то. И там можно копать, найти там какие-то монеты. Раз, начали копать. Действительно, нашли. Вот. Хоть воспроизводимые. Ну, как. Но ты же предсказал. Есть предсказание. История – это выявление фактов. Да. Выявление чего-то, да. Но ты можешь предсказать, где ты можешь их выявить. И выявив их именно там, где ты предсказал… Да. Какие-то элементы… Так же, как лингвистики. Да. Что там по какому-то там процессам в европейском языке, какое-то там редуцирование гласных или согласных, которые там взяли просто исторически, реконструировав, ну, примерно, зная, какие процессы сейчас в языках, взяв там какие-то древнегреческие еще какой-то там, узнали, что вот должен быть какой-то хетский. И в нем такой-то процесс. Наверное, не должен быть. Парни уже знали про хетов, что… Но письменности еще не было. И должен быть такой-то процесс произойти. А потом нашли хетскую клинопись, и там действительно… И там оно есть, да. Это круто, да. Значит, вопрос. Это вроде историческая лингвистика. Но это же наука. Да, это… То есть, когда ты видишь предсказания нынешние где-то следы… Предсказания, которые вы получили. Прошлых процессов, да, и находишь их. Значит, все-таки большой взрыв – это все-таки, хоть и невоспроизводимо, но, по крайней мере… Ну, можно сказать, что это наука. Да. Значит, наверное, все-таки зарождение жизни тоже теоретически можно считать как бы наукой. Если ты в пробирке, то вот ты можешь воспроизвести, да, вот тебе что-то намешало, и у тебя сама… И жизнь, да, появилась. Почему-то вот Олег Верхадалов говорит, что запросто в любой пробирке можно завести жизнь. Что он имеет в виду? Я не очень понимаю. Но я его зря не запросил об этом. Ну, то есть он… Вирус может, вирус можно. Вирус – жизнь или не жизнь? Вопросы. Это же на грани жизни. А, отлично, да. Отлично, да. Это же самовспроизводится. Это же просто некий самовспрыскивающийся кусочек ДНК, то есть это как некий паразит клетки, который… Это вот, из которых мы болеем, да, температура, нас больно? Да, да, да. Вот это же… На грани жизни или не жизни. Это жизнь или это все-таки молекул такая сложная… А, то есть он имеет в виду, что воспроизводится вирус? Наверное. Вирус можно полностью воспроизвести… Был там вирус табачной мозаики, по-моему, первым воспроизвели или какой-то там… Или бактериопоглям, да я не помню. Ну, какой-то вот из этих излюбленных старых объектов, давнишних там 60-х годов прошлого века, он полностью был синтезирован. Ну, или, по крайней мере, может быть. Ну, там что там, у него там не такое количество, там оболочка и вот его там… Мне вспомнилось это Катя и Крокодил. Гражданка, в шкафу может завестись моль, а кролик там завестись не может. Берите ваше имущество за уши передает ей. Да-да-да. Понятно. И раз уж про вирусы заговорили, то вот сейчас это… Ну, тема типа актуальная… А, что такое коронавирус? Да, я вчера услышал про это. Давай я про клетку-то говорю. Так вот, теоретически, конечно, может когда-нибудь… Техника так скажет, что мы клетку соберем сами в пробирке и так далее, и так далее, но это же не будет самозарождение, это же мы построили. Мы построили, знаем. Мы построили, знаем, как это делать. А самой тогда совсем, самой из грязи, да. Так что коронавирус, ну, извините меня, сколько таких я помню уже, там, лихорадка вот эта, как она была, Эбола или Эбола или как там… А, то есть это раз в несколько лет в Китае, где очень плотно живут люди, что-то вспыхивает? Да нет, это Китай на Ближнем Востоке, вот как раз предыдущий, по-моему, тоже из семейства коронавирусов, была какая-то ближневосточная атипичная пневмония или что-то такое. А, это тоже Китай был? Нет, нет. Мне казалось, что Китай… Да, это был птичий грипп, да. А, а? А была ближневосточная пневмония какая-то, от которой, кстати, больше погибло. Ну, что, ну, бывают такие вспышки, но произошли, там, человек сто, ну, или сто тысяч погибло, ну, это же фигня. В России от гриппа каждый год умирает 20 тысяч человек. Ну, это, правда, пожилые люди, которые грипп скорее добивают, и нельзя доказать… А, непонятно конца, да, никогда. Да, то есть, пост-хог, нонест-проптер-хог, да, то есть, после этого, это еще не значит вследствие этого, то есть, то, что он переболел гриппом, потом умер, тут это причина, или, видишь, как в той сказке «Три калача, одна баранка», да, съел мужик, три калача не наел, съел бараночку и наелся, да. Ну, или как супер история, один очень классный домашний еврейский мальчик однажды попробовал водку. Я не буду называть его имя, потому что его, на самом деле, в нашей тусовке как раз все знают. Значит, водку он попробовал в избешиня, сразу в очень большом количестве, тут же, да, и закусывал обильно солеными огурцами, и в какой-то момент он сказал ключевую для себя фразу для этого вечера, он сказал «А такого количества соленых огурцов может и стошнить». Да, огурцы были виноваты, точно. Это у нас притча во языцах, в нашем другом это все время, как и в тысячу разочетах, от такого количества соленых огурцов можно и стошнить. Так вот, так что непонятно, на самом деле, сколько это именно реального смерти от гриппа, да, но, при этом, мы знаем про эпидемию испанки, так называемую, которая была по всему миру, пандемия, в 1918-1921 годах. В Америке там вот, точно. В основном, в Америке, да. А сколько умерло народом? Ну, трудно оценить, но оценка лебется от 50 до 100 миллионов. При том, что жертв первой мировой войны – 10 миллионов. Там 30 процентов полностью. Второй мировой войны. Почему я потом ничего не знаю? Второй мировой войны. Вот я смотрю, какой-то темный, лишь клетку не знает. Правда, слушай, правда темный. Я не слышал про это. Второй мировой войны – 70 миллионов. То есть, суммарно, две войны – это как одна испанка. Один грипп там, аж один и один будет. А потом, так же, неизвестно откуда взялось, неизвестно куда делось. То, что слышали. Все человечества – это эти войны. Когда потом говорят, что вот Афганистан, там, за 15 лет погибло 15 тысяч человек. Ну, 15 тысяч жизней. И у нас под колесами… Под колесами. Вот эта вот истерия вокруг терактов. А если у нас не будет истерии, то и терактов не будет. Потому что они не будут добиваться своего… Конечно. Они не будут получать страх общества. Поэтому я всегда… Я просто отмахиваюсь. Был теракт и был. Ну, потому что нужно так относиться. Тогда они перестанут их устраивать. Как тебе угроза минирования в школах? О, да. Кстати, у меня половина учеников неделю каждый день отменяли занятия. У меня тоже дочка не ходила, да. Ну, я думаю, это приучали, чтобы было плевать. Мне кажется, как раз было… А, может быть, что наоборот. Это было антидак. Уверен, что это наши власти делали, скорее всего, да. Чтобы просто привить иммунитет. Я думал, что таким весят, да? Украина, там, Бандерас. Он сказал, что у них тоже минируют и сваливают на Россию. Вот. Поэтому он думал, что это как бы кто-то… Во многом есть. Во многом есть. Ну, может быть. Ну, я думаю, это просто прививка… Да. Чтобы не боялись. Да, прикольно, да. Терактов, минирований, чтобы так далее. Чтобы с детства уже… Или, может, боялись. Вот непонятно. Кто-то будет бояться, кто-то будет не бояться. Я думаю, у детей скорее приятно с ассоциацией, что уроки отменили. Ха-ха-ха! Пусть чаще минируют. Да, да, да. Ура! Школу заменировали, можно не ходить. Есть! Сегодня как раз контрольная. Да, да. Как удачка. Естественно, школьники сами этим пользуются. Звонят и говорят, я заменировал. Контрольная, да. Ну, школьники звонят и их отлавливают. Как-то так якобы не могли, не могли. Потом прошла новость, после которой я понял окончательно, что правду нам не говорят, что нашли после долгих там месяцев какой-то сайт в Голландии, с которого все это шло. Слушай, ну, предсовременно я, конечно, не специалист в этих компьютерах, мне кажется, это можно за день вычислить. Там такие профессионалы сидят, откуда это все шло. Не могли столько месяцев вычислить, а сейчас вычислили, я понял, что это сразу сигнал общественный, что больше не будут минировать. Действительно прекратилось. Вот. То есть вычислили, все. А с другого уже эти люди не могут начать. Они только у них был один вот сервис, с которым все эти мейли шли. Информация, которая нам выдается, она дозируется в любом случае. Она аккуратно отбирается. Но типа это был сигнал, что больше нам не будет это для понимающих. Да, у нас еще не было такого, как говорится, не сглазить было. 44-й нет. А мы, кстати, да, мы же с Левой выросли в метрградке, где по-прежнему мои родители живут. И потом как-то вот получилось, ну, у меня были долгие припяти и жизни. Я попал в Измайлово. А Лева гораздо раньше попал в Измайлово, только в Южное, да. Переместились южнее. Но вместе. Да, снова. И вот сейчас мы снова в Измайлово, да. Где-то посередине. Сейчас сидим, да. А ты пешком пришел или нет? Или приехал? Я долго шел пешком, потому что была вся улица забита из-за снегопада. Да, да, да. Поэтому вышел на Купаевский проезд, потом две остановки проехал. А, ну все понятно. А я просто пешочком прошел все эти 12 парковых между нами. 11. Слякоть пошла. Я достаточно поздно вышел. Вот. Вот. Да, слушай, вот так. Значит, с эволюцией вот так. Направленная. Ну да, то есть, если бы я был Господь Бог, я бы сделал, конечно. Самозарождение и научное. Это противоречит всему. И оно, это просто идиотизм это верить. Вот. Просто в это верить надо было в советское время. Не знаю, почему верят сейчас. Ну, как-то видимо… Ну, там есть организация. На самом деле, я немножко попытался вникнуть через как бы людей, которые мне рассказывают. Это плохой способ вникания, конечно. Потому что люди тоже могут рассказывать чушь. Ну, говорят, что вот эти популяризаторы известные, которые вот за то, что вот это все зародилось, никакого Бога нет и в помине, они члены какой-то большой организации, которая называется Brights. Такие яркие, да. У которых все построено на том, что нет никакого иррационального, нет никакого Бога. Все вообще объяснимо полностью рациональным образом. Ну, это даже… Даже нет. Даже не маснение. Евреев там нет и вовсе. То есть, скажем так, из тех, кто здесь крутится. Это совершенно… Ну, и потом эту тему совершенно… Мне кажется, еврейский вопрос закрыт, раз и навсегда уже. А вот важно, что это именно безбожники. Вот такие открытые воинствующие безбожники. Ну, понимаешь, атеизм тоже вера. Все объясняется без этого. Да, да. Настоящий безбожник, ну, скажем так, объективный и рациональный, он должен быть агностик, по идее, да. То есть, он говорит, я не знаю, так, есть или нет. Да. Согласен, да. Недоказуемо. И знать не могу, да. Агностик. Атеист, который точно знает, что Бога нет, то есть, верит в это. Не зря же Бердяй говорил, что атеизм – это путь к Богу с черного хода. А-а-а. У кого прикольно, да. Тоже вера. И многие… Они бреются бритвой Акамы просто. Они говорят… Гонители Христа же становились, но также по это самое… Салу Стал Павловым, да. Вот. Поэтому, может быть, и атеисты… Есть шанс, что атеист перекует свою веру на что-то другое. Агностик – это вот человек, который, так сказать, вот углубленный рациональный. Да, да, да. Но он и в самозрождение жизни тем более не должен верить, потому что, как бы… Он говорит, не знаю… Не знаю, как она появилась, но как-то уж больно не похоже. Что касается эволюции, макроэволюции, действительно, есть ископаемые остатки, там, огромное количество таксонов, всех этих… там, динозавров, все это невыдумка, действительно, окаменевшие есть, на самом деле, там… Реконструктуру тебя, может, конечно, немножко, как это было, когда спорил там с преподавателями, неким юношеским максимализмом. Конечно, есть и… Есть переходные формы, конечно, и проблемы тоже переходные, резкие переходы, такие… Сальтации не зря же придумали, это, да, такие внезапные скачки, когда сразу множество признаков мутировало, очень удачно так, что появилось сразу… Опять какая-то рука Бога как-то появляется, да? Непонятно, а где сальтация найдет себе партнера? А нужен же второй такой, значит, две сальтации должно произойти одновременно и еще где-то найти и спариться. И на этом всем сейчас вот как бы… Ну, вот, в общем… Вот тогда все снижится. Да и вот так вот где-то вот само… А вот как-то вот возникло… Ну, вот, китюни строят совершенно идиотские, совершенно притянутые за уши, вот. То есть, они, да, вреются… Они так усложняют, как Галилео Галилей. Ты ответил же правильно, да? Что если есть горы на Луне из хрусталя, это из плотного, значит… А оно окружено хрусталем, значит, на хрустале тоже есть горы в 10 раз выше, чем ядро, да, значит… Нет, честно говоря, я даже не знаю, чем речь. После Аристотеля думали, что Луна – это гладкий каменный шар. А Галилей… Или кто-то на Галиле, по-моему, да, посмотрел… Ну, видел, да? И видел там горы. Они говорят, не может быть гор. И, значит, решили… Придумали теорию… Вот тут мне напоминает совершенно эволюционистов некоторых. Так. Которая, вроде как, примирила… Видимый факт с их представлением, как должно быть… Примирила так, что Луна – это гладкий шар. Он состоит из невидимого хрусталя. В нем есть каменная сердцевина. У сердцевина есть отростки, которые можно принять за горы, но они внутри этой гладкой оболочки. А оболочка гладкая, но невидимая. А, вот так. А почему вам тогда не допустить, что эта невидимая оболочка имеет невидимые же горы величиной 10 раз больше видимых? Это пример того, к чему приводит нарушение принципа Акама. Да, как интересно. Так вот, авиационисты тоже придумывают много каких-то совершенно левых объяснений. Хотя, я не понимаю, как… Неожиданно, зная генетику, кстати, у нас вел эволюционист. Он говорит, я вам запрещаю. Вот в генетике, вот самое неприятное для меня качество, я вам запрещаю говорить слово «гены». Вообще. Вот гены не должно. Потому что, как бы из генов получается так, что не может быть никакой эволюции. Мы слышим, ну вот и материальные, носить наследство. Они с какой-то скоростью мутируют, известные, да, там, некодирующие участки. Там есть молекулярные часы, вот это вот, там, понятно, с какой-то скорость накапливаются мутации. Не может успевать вот так быстро мутировать. Если это начнёт очень быстро мутировать, организм и вид погибнет, потому что мутанты – все большинство мутаций вредных. Вот. То есть, есть часы какие-то, вот, определённые, но никак не успевают. Не бьётся. Не бьётся нифига. Какая же рука, да. Зуб даю, не бьётся. Да. Слушай, вот это, вот это ужасно интересно, конечно. Вот. А тут есть направляющая сила какая-то. Так же, как человек от обезьяны. Хотя, животные тоже очень умные, и порой у них явно есть понимание, то есть, какие-то проблески разума. То есть, в общем, проводились постепенные эксперименты неким очень умным существом. То есть, когда собаку зовут, вот в случае, когда он мне там лапа поранена, показывает лапу, чтобы он не может идти. Пока зла. То есть, она понимает, что ты, увидев, поймёшь, и не будешь её звать. Это очень круто, да. То есть, это уже прогнозирование мыслей субъект, значит, она не на инстинктах рефлексах, как примитивно говорили в сталинские годы. Вот. То есть, это такой же абсурд, как самозарождение жизни. Там, мозг построенный на рефлексах. Ну, это же абсурд. А, да. То есть, мнение Адекарта, что животные – это такие механизмы, им не больно никогда. Ну, это же можно в те годы было думать на нити. Слушай, а шести днев – это всё-таки условность, бог там. Просто притчи, да. Тут подводами, да. Да. Там, как это самое. Очень много чего-то, что такое вот притчеобразное. Вот. Мне особенно досаждают люди, которые борются с термином, что женщина сделана из ребра. Вот они борются. Ну, понятно, да. Они как бы хотят, чтобы все равные были. И вот как это так? Какой фашизм в том, что женщина из ребра? Да как это вообще может быть? Как может сделать женщина из своего ребра? Ну, ясно тоже, что это какая-то метафора. Это же метафора, которая не имеет биологически подосновок какой-то там революционный. Понятно, что мужчина и женщина одновременно изникали, да? Ну, вот эти вот шесть там… Просто я имею в виду, что это, ну, как сказать, что человек отдал… мужчина отдает часть себя, когда любит женщину, что это становится частью их семейного. Ага. Что-то в этом будет. Ну, да. И женщина – помощник человека. Да, это вот тоже как бы концепция. Женщина… Что, буквально в это верить не надо, чтобы прям просто создать из ребра или там где-то… Нет, конечно, да. Ну, как это? Что здесь из ребра? Конечно, нет. Просто есть метафорический текст, да. И вот к нему надо относиться именно так. И, видимо, метафора… Ну, вот про семь тысяч лет тоже метафора, да? Ну, как бы… Ну, ты знаешь, метафоры иногда бывают… Нет, ну, конечно… Адам и Ева были в этом плане? Были или нет? Были два первых человека. Ну, нет же часов текущих в ящике, да? Ты же понимаешь, что… Что то, что вот было на начальных этапах эволюции, того времени могло… Не эволюция вообще… Эволюция вселенной. Это не биологическая эволюция, а появление вот этих всех… Ну, миллиарды лет назад там… Я не очень понимаю, что было с временем, но, наверное, там много миллиардов во время там начального взрыва. А вот… Это, наверное, уже было, да. Может быть. Откуда нам знать? Понимаешь? То, что мы знаем… Ну, я не знаю, я в общем… Они это вычитают по своим моделям, как я понимаю, да? Все-таки больше по формулам, умозрительно. Или как-то экспериментально можно это вычитать? Не знаю, нет. Про время… Может быть… Про время… Про время, может быть, они и правы, что в каких-то физических законах… Ну, с другой стороны… Ну, я думаю, когда появилась Земля, уже точно так вот… Ну, такой предположен, что когда появилась Земля, в течение времени было такое же. Вопрос такой. Адам и Ева… Вот с точки зрения науки, могло быть так, что действительно у всех людей два прародителя общих? Это вот как-то генетика бьет или нет? Или все-таки все было сложнее, и это тоже метафора? Вот метафора или Адам и Ева? Или это факт двух людей? Ну, ну, говорят же о метафандриальной Еве, которая там никоим образом не говорит об одной женщине, а скорее об общем предке всех живущих… Ну, метафандрии же передаются по женской линии, да? Так. Вот. У них тоже есть своя маленькая ДНК. Не только в Едре есть ДНК. Вот еще… А где… Что такое метафандрия? Что это? Или что-то неприлично. У них идет синтез энергии, образуется универсальный носитель энергии. То есть, там идет клеточное дыхание, там молекулы сгорают, окисляются, скажем так. То есть, такие энергетические станции клетки, топливный бак. Ого! Вот. Они снабжают клетку энергии, у них есть своя маленькая ДНК. Погромче говоришь? Похоже на прокариотическую, кстати, на бактериальную. То есть, есть даже теория симбиотического происхождения алкалиптической клетки, что какие-то бактерии то попали и стали из паразитов симбионтами, из симбионтов неотъемлемой частью. Вот. И вот по последовательствам этих ДНК вычисляется четко, что все они сходятся к некой единой базовой последовательности, которая ближе всего последовательность нынешних африканцев. Вот. Это была некая… То есть, Ева была в Африке? Ева была из Африки. Первая часть был негр, да? Как ископаемая… Ну, он не был похож на современного негра, да, но… Ага. Более всего именно… Больше похож на современную гориллу, но… Ну, короче, это негр. Да. Как расизм немножко. Да-да-да. Как там… Писали газеты, как университет Пожарского пишет. Мы же не должны признавать этих тварей неравными себе, хотя они темнотелы и на голове у них шерсть вместо волос. Это где было такое? Это квакеры английские. Отвободили всех. Вот 250 лет назад писали газеты, а университет Пожарского цитировал. А-а-а. Это нас за это, да, ругали тогда? Нет, вас ругали за то, что ты сказал, что ты любишь даже цыган. А-а-а. Да-а-а. 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 Да-да-да-да. А мне сначала стали ругать, что даже цыган евреев, потом подумали… Нет, я дружески сказал, что я люблю иудеев за их тупость и упертость. Ну, это чисто как бы понятно, да, что я дружу с кучей евреев и иудеев. Ну, не дружу, не дружу. Ты мел дружу. Религиозно. Да, сказал, да. И меня, да, и меня это самое. И меня сразу начали… Эту фразу схватили, начали… Это самое… Хотя, ну, что в ней такого? Ну, делайте рекламу. Скажите, что… Скажите, что там… Меня тоже многие любят за мою тупость и упертость. Я же не обижусь. Это чисто диабетский, да. Нет, а… Еще пакетик… А, честно. Вот. А этот самый… А я сказал, что не попил чай, поэтому… А про цыган? Да, про цыган, это самое… Ну, я сказал просто… Ну, потому что есть такое мнение, там, какое-то мнение, что цыгане часто воруют, да? Есть такое мнение. Нет, они просто часто воруют. Ну, и… Давай будем на частоту… Они просто часто воруют. Нет, они просто паразитируют на обществе. Они не только воруют, они попрошайничают. Вот. Они не работают. Ты на заводах цыган хоть одного видел? Ты когда-нибудь, да? Или где-нибудь еще… Или в офисе. Ты знаешь, бывает… Хотя у нас в фикс-прайсе, фикс-прайсе, цыганки работают. Появляется, появляется, да. Цыганки, да. Вот, они работают на кассе… Да, ну, то есть, речь идет именно о партитипических все-таки образах. Осидлость такую приобретают, но все равно они торгуют наркотиками. Традиционно очень большая доля… Да, это Ройзман рассказывал, да. В организованной преступности еще… Ройзман рассказывал, да. Очень неправильный коррект. Получается, там две нации только выделяются среди всех. Если это так, да. На торгуют наркотиками, да. Но… Как бы, если… Что касается второй нации, я не буду называть… Там говорят, что большинство все равно, ну, как бы, этим не занимается, но… Смотри, большинство торгующих наркотики носит нацию X, ну, или там X, Y, или Y, цыгане, да? И вот… Но при этом совершенно неверно, что большинство из X нации занимается наркоторговлей. Ну, цыгане там… Ну, понятно, да? Обязательно чем-то этим занимаются. Ну, в общем, в любом случае, это утверждение, ну, не очень понятно, кого вообще обидело. То есть оно было использовано исключительно. Ну, что ты просто скажешь, что ты положительно называешься там? Вот. Но, когда мы попытались вот заняться судопроизводством против них, выяснилось, что… Ну, эксперты по лингвистике сказали, что тексты написаны исключительно дьявольски хитро, и мы им ничего не сможем предъявить. Потери репутации не сможем предъявить. Они будут требовать доказательства потери репутации, а у нас вместо того, чтобы… Почему? Там же было сказано, что университет Пазарского учит по фашистским лекалам. Да. По лекалам Третьего рейха. Да, да, да. А они даже программу-то не цитируют, только твои высказывания, которая… Но оказывается, что если бы мы вышли с этим в суд, нас бы смеяли и сказали, что в Третьем рейхе не учили латыни и древнегреческому математике, что ли. То есть, да, нам объяснили, что мы… То есть, у нас нет шансов… Ну, почему нет шансов? Вы же под текст все равно негативные… Скажут, что… Нет, что это не… Ну, под текст… Вот невозможно… Ну, это судье решать. Это не им решать. Ты понимаешь? Ну, я понимаю, да. Но нам посоветовали, что мы, скорее всего, проиграем, и посоветовали не лезть, потому что только хуже будет, а при этом у нас, на самом деле, набор только вырос от этого. По рекламу сделали, да? Ну, тогда… Получилось, что реально, на самом деле… Это не нация, не этнос кинетический. Ты знаешь, да? А что это? Это как? А это как это? Расскажи. Это биологический, это сбор… А что вообще такое нация? Вот, например, русские – это нации или не совсем? Или это смысл… На самом деле, омышление. Нации – это же культурные понятия. Да, вот смотри. Во! Вот это жутко интересная тема. Это страшно неполиткорректно, но я считаю, что это интересно. Что такое нация? Вот смотри. Например, француз – это очевидная нация. Нет, да? Надо, например, разделить этносы, ну, то есть национальности, да? И нации большие, нации большие появились только к 20-му веку, к 19-му, да? Вот и французы, так как появились большие государства, монолитные такие, да? Появились большие нации. А, раньше были касконцы отдельно, да? Да, раньше были, да. Ну, это национальности какие-то, да, были. Так что такое национальности? Да, это же культурное понятие. У них нет биологических предостов почти никогда. Но у цыганов наиболее пёсто, потому что это просто бродяги, в которые свалили так же, как, например, казаки. Это, ну, вроде как субыкнос считается, да? Вот, русского народа, да? Но туда же бежали все. Все подряд. То есть это правило жизни, кодекс какой-то существования. То есть это скорее, да, точно так же у цыганов, правило жизни. И кодекс существования, да. Образ жизни, да. Образ жизни, да. Вот, образ существования, да. Ну и язык еще иногда бывает. Вот у французов, например, для французов очень важен язык. Для русских тоже, конечно. Цыган, произошедший из Индии, там, то есть какой-то кочевая, какая-то низшая каста индийская пошла. А Румыния, там очень много было цыган. Цыганские все слова исконные. Это индийские, да? Да, да, да. Именно индийские, они двусложные. С удалением на втором слуге. Пловые деньги, допустим, да. Некоторые попали в русский язык. А, в таком бандитском. Да, 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 в таком жаргоне. Как интересно, слушай, как вот это интересно. Я согласен, что, ну, нация или народ, я уже не знаю, как что лучше сказать. Это набор правил, ну, как бы, каких-то кодов поведения. Это культурное понятие. Вот нельзя говорить о гоплотипе Арьев, как этот Клесов пишет, там, и прочее, ерунду все. Ну, Клесов химик. Что может химик понимать в генетике вообще? Я не понимаю. А что это? Я вообще не слышал этого. Ну, есть такой товарищ. Я темный, опять не слышал. Есть такой товарищ, да, который занимается, скажем так, исторической популяционной генетикой человека, очень любительским. Так. Ну, вот. Можем так, доисторической, преисторической. Вот, и у него там выходит, что… Громче говорил. Что все от русских произошли, короче говоря. А, такая, да, теория, все нашли от русских. Я не знаю, нет, конечно. То есть это Фоменко, ультра Фоменко, да? Как бы ультра… Ну, слушай, Фоменко, я видел… У него вообще интересная вещь с Фоменко. У него Фоменко, это, конечно, бред в внешнем… Слушай, расскажи, расскажи Фоменко, расскажи. Я видел репринт его кандидатской диссертации. Да. Это такая книжечка. Случайно, в какой-то библиотеке где-то на столе клали старые книги. Я смотрю, лежит репринт, вот именно университетский, который там по сто экземпляров, такие, знаешь, бледненькие… Да, я помню. Да, еле разлетись. Ротопринт, да? Ручкой вписанной форме. Да, 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 да. Вот такая же фигня кандидатская диссертация Фоменко. И там он действительно оказывает как-то экономически проще, что есть странный параллелизм между… Там, допустим… Ну, я просто не знал, я в истории так же слаб, наверное, как-то и в биологии, да, что был там такой-то какой-нибудь там Генрих Рыжебородый в таком-то веке, и спустя там сто лет тоже Генрих какой-то, и, значит, очень похожи они. Это, видимо, значит, один и тот же. Его надо просто из старого в новый как бы соотнести. То есть он жил не в VII веке, а в V, на самом деле, там, до нашей… Или наоборот. Обычно у него все вперед идет. А, до нашей… Все ближе к нам, все ближе к нам. Он все ближе к нам. Да, да, да. Ну, еще пять-пять тысяч лет. Да, 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 да. У меня преподавал, кстати, вот человек, которым он писал опыты. Насовский преподавал? Да, Насовский преподавал. Да, Насовский преподавал. Насовский. Он, кстати, это самое, тут один чувак пристал ко мне и говорит, ты не слушал Фоменко Насовского и не рассуждай. А у них все очень разумно. Я говорю, слушай, ну, я как бы не знаю, что тут сказать, потому что, действительно, с одной стороны, это правда, что я не вникал, да? Так вот. А с другой стороны, это… Ну, да, давай, да. Это очень интересно, да. Очень интересный момент. Он действительно увидел этот странный параллелизм, который не объясняется простой игрой статистики случая. Из этого потом… Этот пример яркий, как ученый увлекается своим коньком и заходит в дебри, как было с эволюцией, с дарвами, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, действительно, были страшные страны. Они сами парили жертвой интереса своего к чему-то действительно необъяснимо. А параллели есть. Достаточно взять хотя бы вот Наполеон и Гитлер, какие у них удивительные параллели, что они в одном и том же возрасте были, когда вступили в Россию, в одном и том же возрасте взяли Вену, там, допустим, слушай, и так далее. То есть, через тысячи лет будет теория, что это один волководец? Может возникнуть теория, да, да, совершенно верно. И могут доказаться. Глазами поменка. Могут доказаться, да. А значит, просто во Вселенной все как-то идет сериями. Совершенно непонятно. А, можно по-другому объяснить это. Просто по-другому объяснить, что эти повторы, это какие-то вот шаблоны поведения, ну, там, вот отношения людей, мозга, там, ну, чего-то, да, чего-то, чего еще не изучено, и все. И поэтому мы угадываем. Арамас и Самара, мне особенно, вот, мне сказали, ну, друзья, которые против, Фоменко, ну, достаточно просто сказать, вот смотри, Арамас, он говорит, что Арамас, арабский Арамас и наш Самара, это одно и то же, потому что читаются одинаково. Ну, это же случайно. Право-налево, это случайно, да. Но, наверное, действительно, случайностей больше, чем мы думаем, да, в общем-то. Вот и в случайностях есть странные закономерности, вот такие серийные, спасибо. Вот, и был такой математик гениальный, Саша Червоненкис, поздним Советским Союзем, вот он эти серии так хорошо разработал, совершенно, что он предсказывал урожай по тиражу лотереи «Спортлото». Это звучит совершенно, и вот он был непонятый, и он умер в незагадочных обстоятельствах, но у него предсказания были удивительные, вот по этим сериям. Ну, по крайней мере, та информация, которую в устном виде, примерно, в той же форме, как я сейчас сказал, да, она была передана мне. А может кто-то знает, да, тут непонятно. Может быть, это все, как говорится, тоже уже молва, обросло слухами, не знаю, не знаю. Мне бы сказали именно так, что он предсказывал урожай, значит, будущий по тиражам «Спортлото» того же года. То есть, эти гадания все эти на костях, на кубиках, они тоже имеют какой-то смысл, видимо. Если так верно, да, потому что некий датчик случайных чисел есть, который подделывается под эту закономерность. Может быть, в астрологии что-то есть, эти планеты, они, конечно, на самом деле не влияют. Это стрелки часов, которые показывают некую закономерность. Я об этом, на самом деле, очень долго думал. Может, просто мы не знаем. Я очень долго об этом думал. Это такое же, как зарождение жизни. Может, есть, может. У Пелевина написано в последней книге «Искусство легких касаний», что там… Почитал. Ой, я еще почитаю. Это удивительно, как он попадает всегда в дискурс. Самый горячий дискурс, который вокруг меня идет, каждый раз он попадает. То есть, мы на одной волне просто живем. Когда был СНАФ, я просто ровно об этом думал, да, об этом сценарии. Когда была следующая книга… В общем, и вот сейчас вышла книга «Искусство легких касаний», где обсуждаются вот эти вот околонаучные вещи. В частности, он давал… Он поливал статую какую-то, древнюю статую… Не помню, какого-то… Египетского, что лицарства, да? Поливал сверху. Она… Вода стекала куда-то. Он брал и говорил… Вода заряженная Египтом, сейчас ты выпьешь, и это как бы определенно повлияет на твой мозг, на организм. Я думал об этом. Вот что это может быть? Человек начинает вспоминать, что он знает про это время. И его организм начинает там… Вот это вот как бы… Сам подстраивается, скажем… Египтяне вот делали то-то, то-то… И организм начинает настраивать себя, что он сейчас тоже… Что это… Как это… С предсказанием будущего… Нет, нет, это… Это не как вообще… Это… Это относится в принципе к протонауке. То есть, как может в принципе вообще работать протонаука. Что ты… А вот человек попал в эту ловушку думать в этом направлении. И он организм тоже убеждает как-то перестраиваться под свои мысли. Мысль-то она же… Ну как бы… Человек же может… Человек может человека успокоить, например, да? Как-то вот словесно. И это точно… То есть, думаешь, гадание там, допустим, вот… Будет ли победа моему войску? Раз там говорится, сказали, победишь, великий царь, да. Победишь, великий царь. Все-таки, воодушевились. Ну, раз же сказали, мы должны победить… Дмитрий Донской. Да, да, да. И побеждают, потому что им предсказали победу. Монах сказал, великий, да, да. Сергий Радонежский сказал, как ты можешь сделать так, чтобы огорчить отца Сергия. У тебя нет обратного пути. То есть, очень простая схема, в принципе, по идее, да? Вот там еще было подкреплено победой. Там же сначала был вот это… Пересвет и ослабят, да? Они же бились… А как Пересвет победил? Он думал, представляешь, что тебе… Меня послал лично Сергий… Не-не-не, Пересвет был очень опытный воин, и он понял, как победить. Тут все рационально. А тут все рационально. Челубей был огромного роста. Просто вот такой вот… Просто на две головы выше всех. Интересно, как вот… Истинный рост его какой? Они же маленькие. Нет, он был и по сравнению с Европейцей Торией, и с русскими тогдашними, по крайней мере… Гигантские, да? Сейчас смотрим на кольчуге средневековой, он достаточно маленький. Ну, питание, там все. Ну, вот был гигант такой. Такую вот природу вот… Пародила, да, такого вот одного из миллионов там. Вот. У него было копье длиннее, гораздо толще, тяжелее. Вот. И к нему не успевали подобраться. Его еще только как бы начинали удар, а он уже протыкал. Он уже протыкал. Вот. И перед тем, что шансов тут никаких нет. И чем как-то не укреплять кольчугу, тебе все равно выбьют и седали, пробьют и все. Ну, как-нибудь, да. От удара умрешь. Он пришел пожертвовав собой. Да. Ты не слышал, что все, нет? Он вообще надел одну рубаху. Вот. Все, значит, полностью там постился. Он высохший, был очень легенький. Его задача была максимально надеться на это копье, чтобы подобраться ближе к нему. Вот. И он его просто проткнул как пушинку, а он не слетел, не улетел, не погиб от этого, а его близко подобрался и проткнул. Вот. То есть, он не успел... Вот. Если бы он был в кочуге, его бы выбил из седла? Ну, конечно. Потому что там вмятина была бы сильнее поражения. То есть, он как бы, он пустил копье внутрь своего тела. Ну, подпожертвовал свою жизнь до сознательного, да. Но он понимал, что он при этом не ослабит хватку руки, да? Он, например, хотел как можно легче надеться на него, да. Ну, смотри, если ты в кочуге, то тебя удар копья собьет, и, скорее всего, убьет от удара просто. Чего, в убей огромный, да? Он взял выбачь, прошел, врубачь. Ааа. Чего, как он прошел сквозь его тело, но на несколько еще секунд хватило его силы руки. То есть, она не успела получить сигнал, что он, на самом деле, уже умер. Ну, он еще жил по некоторое время. Человек сразу упал, да. И он проткнул, проткнул. Он еще постился много, он был нечувствительной боли, да. То есть, он как бы еще упал. Ааа, он хотел его просто убить. Он хотел к нему подобраться. Он понимал, что тот... Что может подобраться только таким образом, да. Ух ты, офигеть. Блин, как это гениально, а? Чего про это в школе не рассказывают? Самое интересное. Самое интересное детали, да. Чего не рассказывают, самое интересное. А то скрывает, что объединение русских земель началось. Нас любят же объективные процессы, эти коллективные. Потому что примат коллективный, он индивидуальный был в советском времени. Блин, на самом деле это неправильно. Вот объединение. Один человек очень важно. На эту битву пошли рязанцы, новгородцы, там еще тверичи. А вернулись единые русские, значит, да. То есть такое. Но вот если бы не было такого, понимаешь, как это коллективно могло породить вот это вот индивидуально? Как? Короче, историю делают личности, да? Историю делают личности. Ну тут микро-уровень и макро-уровень, которые различаются и даже друг другу построить везде. И в обществе, и как и в квантовой физике, да, микро-уровень и макро-уровень совершенно разные. Да, Сталин говорит, я не Сталин, ты не Сталин, а вот он Сталин. И показывает нам портрет Сталина. Это очень важно. Портрет Сталин, конечно, кровавый тиран и так далее, вдохновил не Сталин, а его портрет. То есть Сталин, который сказал братья и сестры, это был портрет Сталина. Братья и сестры, так сказать. Братья и сестры, да? А Сталин, который сделал соловки, это был Сталин. Ну да, то есть это как бы, это трудно, это либералы это никогда не поймут, потому что как бы это не Сталин, не Сталин и все, да. То же самое я говорю всегда, а что вы волнуетесь насчет Путина? Сделать его восковую копию в идеальном роботообразном виде, чтобы никто не узнал, он будет вечно, у нас будет режим вечно. Я подозреваю, что вообще, может быть, уже там двойник или третий там какой-то. Не знаю, не знаю, трудно сказать. Это трудно сказать, что сейчас все-таки. О, спасибо, тут ассортимент. Сейчас возраст еще вполне достаточен, чтобы нормально работать. А вот если действительно там, например, все волнуются, что будет, когда, значит, Путин не сможет управлять. Это как будут сделать его, так сказать, сейчас искусственный интеллект. Пожалуйста, вам режим будет. А другой не найдется никто, да. Он будет сидеть внутри этой куклы управлять. Большой брат, да, большой брат. Видит себя, видит. Большой брат и старший брат, неправильная ошибка перевода. Биг брат и старший брат. Биг брат и старший брат, да? Да, да, да. Старший брат. Еще страшнее, кстати. Старший брат. У нас всех есть старший брат. Ну, как-то считал, что, видимо, переводчик посещал, что старший брат слишком близко родственного по-семейному по-домашнему. Большой брат. Большой брат. А он, впрочем, просто не знал, что Биг брат в жаргоне это старший брат. Да, старший брат. Понятно, понятно. Кстати, я не знал. Ну, очень переводчики накосячили чего. Мне или не знать, да? Ватсон, Ватсон. Элементарно Ватсон. А такой есть Ватсон, да? Ну, это просто как бы инвариантность, это ничего страшного. Техас, Тексас, да? Париж, Пари. 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 Женя никогда не было, да, во французском, по крайней мере. А вот еще можно... Это про микро- и макроэволюцию. Да. Ну, что из этого подтверждается, генетика, а что нет? Микроэволюция как бы видообразования. Ну, легко, это мы видим, это происходит у нас на глазах. Вот. То есть, что такое вид? Это совокупность особей, которые не могут скрещиваться с особями другого вида. Репродуктивный барьер, самое главное. Это не вида, это репродуктивный барьер. А, сейчас вот осел с лошадью еще может? Ну, ты знаешь, это лишь только гибриды, но они не плодовитые. То есть, тут важно, чтобы давали плодовитые. Гибриды были сами плодовитые. Осел не может размножиться. Ой, это самое, ишак не может размножиться, да? Осел с лошадью дают два гибрида, разные, зависит от того, кто мама, кто папа, да? Мул и лошак. Но и тот, и другой стерильный. Ишак, да? Это просто осел. Вот если ишак скрещится с кобылой, получается мул, а если наоборот, значит, то лошадь. Как-то механически уже меньше размером гораздо. И он напрыгивает на нее? Ну, там маленькую пони, по-моему, я не знаю. К большому ослу маленькую пони как-то там выходит. В одну сторону лошадь, другую мул, и оба они не могут вообще продолжать. Да, они стерильные. Они не могут дать потомство, они не друг с другом. Ну, там, они живут самки-самцы, и того, и другого вида гибридов. Они между собой ни с одним из материнских видов не могут дать, потому что... Конец эволюции. Понятно. То есть, микроэволюция, пожалуйста, там. И они действительно подстраиваются, это естественно отбор, ну, как это очевидно. Ну, да, очевидно. То есть, когда была промышленная революция в Англии, помнишь, да, даже, что светокрылая бабочка заменилась меланистической формы. Это типичный пример, который я даже помню. Да, да, да. О, даже ты помнишь, да, да. А ты знаешь, когда... Когда кончился... Когда кончился... Да, да, да. Гренел. То есть, всё, вот Бога нет! Бога нет! Бабочки чёрные смазались, блин! И космонавты летали, ничего не видели. А, да, да, да. Гагарин взлетел в космос, не увидел Бога, потому что Гагарин был являющий человек. Да, да. Ты не знал. Он, ну, знаешь, если верить... Вот сейчас... Сейчас идёт дикий холивар. Он не ладно. Гагарин стал при Брежневе и сказал... На заседании политбюро сказал, давайте восстановим храм Христа Спасителя. Да ладно! И заодно МЦК, МКАД! Да нет, я не знаю. Я не знаю, я вроде как сказал, да. Владимир Ильич сказал, что, ну, у нас Юрий Алексеевич увлекающийся человеком. Мы, конечно, Юрий Алексеевич не можем это сделать. У него была религиозная мама. У него в доме висели иконы. Вот. Но сам он как пионерка... Вот. Ну, вот если, я не знаю... Он был таким напасительным, что я не думаю, что там ходил в храм, причащался там. Нет, это само собой нет. Потому что в Советском Союзе это делали единицы. Но был в основном именно, что Бог все-таки нет. Как бы, да, есть ли Бог. Может, он не молился там... Ну, наверное, он был допускал, да. То есть, не допускал, а верил, да. Да, да. Анекдот, да, что... Сейчас. Какой-то был анекдот, очень такой стебный анекдот, что Гагарин прилетел, его позвал Хрущев и спросил, вот, все-таки Бог есть или нет? Ты же был в космосе, ты говорил больше. Он сказал... Нет, нет, это не Бог, это не есть. И Хрущев говорит... А, и тот говорит, слушай, Никита Сергеевич, придется огорчить вас. Бог есть. Я его видел. И Никита Сергеевич говорит, никому не говорил. Никому не говорил. Никому не говорил. Значит, кто там был в это время в Америке президентом, не помню. Позвал. Рейган, да, был еще не Рейган? До того. До Рейгана. Нет, может, даже не Никсон, это был еще до того. В общем, позвал и говорит, слушай... Наверное, уже не Труман. Ну, не важно. На деньгах написано In God We Trust, а ты был в космосе, пока вот мы еще не смогли запустить, а ты уже был. Как там Бог? И он говорит, у меня для вас очень неприятная новость, что я его там не видел, а там нет. Он говорит, ладно, только никому не рассказывай. А потом его пригласил президент ЮАР и спросил то же самое. И тот сказал, у меня для вас самая ужасная новость на свете. Бог есть, и Он мне. Азарник, какой был Юр, просто троллил всех. Тролль, да, троллил, видите, тролль. Тролль вышел в порядке или как-то в уровне. Так вот, когда закончилась в Англии промышленная революция, эти углев перестали топить, вот эти угольные паровозы перестали чинить, да, что-то перестало. Опять белая форма стала пребывать, потому что березы стали не закопченные, и снова вернулось. Ну это нормально, обычно, как бы есть две или иные формы, потому что меланисты они появляются, как черная пантера, то есть леопард, да. И среди черношей леопарда изредка рождается черная пантера с какой-то там определенной частотой небольшой, да. Ну как люди, брюнеты, блондины, да. Если отбирать вот сейчас всех брюнетов куда-то там отправлять в концлагере, все станут брюнетами, да. А если брюнет отбирать, все блондинами станут, условно говоря. Правильно? Обычно как бы совершенно такой процесс. Но из-за этого уже человек не превращается там, не знаю, в какое-то там сверхсущество другого порядка, ну или там в обезьяну, или там наоборот обезьяну в человека. Ну понятно, что это совсем другие временные горизонты. И тут трудно сказать, что вот да, это не воспроизвелось. Да, то есть скорее руками ты делаешь новый тип, один за другим. Вот если представить себе, что я бог, что я буду делать? Я буду постепенно это все как бы этим управлять. Ну конечно я дам людям законы, потом какие-то физические законы я им дам. Иначе что, я буду каждый шаг следить? Я же не идиот. Зачем мне это надо? Он же единый материальный, он же как бы не делится на материальный, абстрактный, виртуальный, духовный. Он некий единый. Тут свои законы какие-то, над ними другие законы, которые, так сказать, сложные иерархии взаимодействия. Но как-то вот по земным законам, не знаю, макроэволюции сложно, переходных форм очень мало. Но с другой стороны, действительно, так было так давно, их так трудно обнаружить, что в общем-то всегда можно это... В общем, в этом есть что-то шамасто. Вот это какая-то не наука. Когда вот я исследую нынешнюю существующую клетку... Ну да, ты можешь твердо утверждать. Здесь все, пожалуйста, любой может воспроизвести и посмотреть. Хотя и то бывают артефакты и так далее, и так далее. А вот когда вот в такой начнут копаться, ну как-то это вот... Да, понятно. На грани чего-то такого, да? Нет, ну промежуточные же формы между различными тоже находятся. Нет, естественно, что не сразу через промежуточные формы эволюция шла. Но другое дело, что и они появлялись не спонтанно. Потому что, на самом деле, ну как сказать, чтобы появилась... Какая-то форма, ну что, продолжать или... Да. Чтобы появилась какая-то... Только громче, чтобы было слышно, да. Новое, то есть, позволение сложное, принципиальное. Чтобы получить от него эволюционные преимущества, оно должно появиться уже в готовой форме. То есть, нет промежуточных, вот как там, глаз, который ещё пока не передаёт информацию, или передаёт чуть-чуть, да. Он должен или видеть, или не видеть. Или крыло, там, полёт есть, полёт нет. Ну, то есть, вот так, понимаешь, как бы... И тоже самое в биохимических мутазках очень сложно. Что-то, что-то. Должно быть сразу какой-то скачок, перепрыгивание какой-то пропасти какой-то. Везде это общий закон такой, да, что нет таких гладких перестроек. Вот, поэтому очень трудно понять, как это может происходить спонтанно. Само собой. Да, 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 да. Да, всё понятно, всё понятно. Ну что, мы хорошо загрузили, народ? Ещё много о чём не поговорили, кстати. Да? А, кстати, о чём? Ну, мы можем продолжить во втором выпуске, сейчас к нам присоединиться новый гость. Этот выпуск мы сейчас завершим, а в новом выпуске можем продолжить разговор по тем темам, которые у тебя ещё сохранились. Ну, может, лучше цитотет, наверное, как-то. У тебя же формат такой, что Саматиев. Нет, нет, у нас был, у нас мы сидели втроём, вот, Саша родился в тот же день, что и я, 13 декабря. Ватар Мин, который здесь сидел, тоже родился 13 декабря. Это вопрос о безумных совпадениях. И мы втроём здесь сидели и беседовали, это нормально. Нет, нет, мы втроём вполне можем поговорить. Я думаю, что так и сделаем. Поэтому этот выпуск мы завершаем, но ждите ещё одного выпуска, который будет уже в формате на троих. Так что всем пока! Ближе к вечеру. Ближе к вечеру. Ближе к вечеру.